От рук армянского снайпера погибает азербайджанский военнослужащий. Это явная провокация, устроенная на фоне успешных встреч, проводимых министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Минске. Не желая видеть мир в нашем регионе, питаясь разбоем, грабежами и криминальными актами, эти армянские террористы на нашей земле чинят произвол. Об этом Ахарас сказала заместитель председателя русской общины Азербайджана, политический обозреватель Анастасия Лаврина. То они посылают диверсионные группы, которые убивают наших военнослужащих, то снайперы орудуют. Этому надо положить конец. Представьте, если бы такое случилось где-то на Западе. Какой-то террорист из незаконно сформированной вооруженной банды застрелил бы военнослужащего армии, который нес боевое дежурство на своей родине. Что было бы с этим террористом и той организацией, членом которой он является? Первое, его застрелили бы на месте. Второе, все западные СМИ осудили бы этот теракт. Осудит ли этот террористический акт Армении мировое сообщество? Разумеется, нет. Значит, Азербайджан сам нейтрализует незаконные вооруженные формирования Армении. Если никто не в силах остановить этот произвол, значит Азербайджан сам все решит и очень скоро. Представьте, Отечественная война длилась 44 дня, и мы освободили земли, которые находились под оккупацией почти 30 лет. Мы прорвали все их блокпосты, и массивные укрепления прошли через минные поля. Сейчас, чтобы вышвырнуть эту шайку террористов из Карабаха, нам понадобится всего несколько дней от силы недели. Отметила собеседница сайта. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.